Мармелад Зависти это говорят, только зря шумят, не заболят Так, друзья, мы уже подбираемся плавно к месту загрузки, уже в районе Фрайбурга, точнее вот заезжаем в Фрайбург за бортом у нас, часто здесь тусуется Тильшвагер, знаменитый актер, он уже режиссер, в Германии, вот фильм красавчик смотрели, наверное, все, вот, смотрю, что в инстаграме очень часто мелькает локация Фрайбург, вот, если ты смотришь мой канал, Тиль, ну, как бы, не стесняйся, мало ли будет фильм какой-то под названием ЛКВ Фарар, готов сняться, плюс попутно будем снимать фильм и зарабатывать деньги, отобьем, если не сборами в кино, то фрактами хорошими отобьем, так что, если что, пиши, обращайся, поснимаем что-нибудь, я готов, короче, если что, я знаю, ты режиссируешь хорошие фильмы, поэтому, вот тебе идея, название уже есть, ЛКВ Фарар, поэтому, пиши, ну, а пока я не стал звездой фильма, какого-нибудь актером, поэтому приходится, вот, ехать, грузить доску, пока будем работать на доске, пока Тиль не напишет, так что, Тиль, давай, пиши, так, здесь у нас знаки 30, здесь же камеры, кстати, здесь горная местность, я думаю, что ближе к загрузке мы прям снег увидим, я так, а там никто не знает, но уже так пасмурно стало, если во Франции вроде бы на одном уровне находятся, но восточнее, мы поехали на восток, в Германию, и уже здесь совсем по-другому, другая погода. Ребят, видите, как бывает, увидели снег с вами, ну, слой такой вот примерно лежит, сколько там, не знаю, до десятки сантиметров, походу свеженький такой, судя по всем, сегодня ночью, походу, выскочил, красота, горы такие красивые, да? Класс! А 2,8 километра осталось уже до выгрузки, до загрузки, я уже выгружаюсь. Летарду сейчас особо не дергаю, еще и морозчик такой легенький. Я пустой. Бухенбах. Здравствуй, Бухенбах. Так, я приехал, что-то даже очереди нету, это хорошо. Так, луктрекер. Отметим прибытие. И пойдем подзарегистрируемся, скажем так. Поворот не профукал, честно говоря. Вот она, наша телефонная будка. Машина грязная стала. Ой! Так. Так, где наше задание? Привет, это Барбара. Здравствуйте, фрау. Ладен. Референзь, пожалуйста. Референзь номер 2, 1, 6, 1, 4, 9. 9. Окей, один момент, я хочу проверить. Ну что, братцы, выезжаем. 800 у нас показывает. Завтра выгрузка. Так, ну что, мы на выгрузке. Вашему вниманию представляю развязанные доски. Уголки в мороз лучше не бросать. Иначе будет вот такая тема. Блин, и новый уголок упал. А мороз он жесткий. Раскололся. Сейчас покажу вам лайфхак небольшой. Но очень нужный. Пока мы выгружаемся, берем просто вот так вот, любасно. И по приходу мы получаем теплую машину. Пользуйтесь. Если что, ремни и непрещеты складывают не нужно. Потому что мы сейчас поедем за мусором. Смысла я не вижу. Просто. Так все и останется. Короче, посады, какая-то херня. Уновременно примерз. И это что теперь и делать. Чтобы не упасть. Вот, собственно говоря. Вот так вот. Приверз. Мы вот. Осободили. Во, еще один лайфхак. Можно ремни водичкой, можно сплевать. Не надо трещоткой. Чувствуете? Вот там тепло. А-а-а. Если спросите, как я к этому пришел, я вам отвечу. Однажды я поднялся в горы. К одному из старцев, который всю жизнь проработал дальнобойщиком. Я говорю, старец, высоко в горах, на далеком неизвестном паркинге. Он мне сказал такую мудрость. Я говорю, научи, неопытного. Он говорит, малый, ум должен быть в тепле, а сердце в холоде. Так что пользуйся вебастовым в помощь. Ребят, вижу на лице у вас вопрос возник. Про вебасту, про старца. Вы, наверное, думаете, Сергей? А что за старец? Ты что, на эске недавно заправлялся? Газоль перенюхал или что? Не, ребят. Старец-то был. Ладно, вынудили. Расскажу вам. Когда-то еще давным-давно я пришел в дальнобой. Еще молодой, зеленый. Войгол точки ни разу не ставивший. ДКВшку ни разу не использовавший. Вот. И начал познавать всю эту мудрость дальнобойную. Начал ходить, спрашивать. Ребята мне подсказали. Если ты, говорят, хочешь стать мудрым, тебе надо к старцу. Дальнобойному. Я спросил, где его найти. Говорит, о, дружище, найти его будет нелегко. И дали мне координаты. Я поехал к нему. Высоко-высоко в горы. Под все знаки. Грузовым запрещено. Высота была 3,4. Я ехал. Но проезжаешь. Ты проезжаешь, все проходишь. Но знаков было куча. Поднялся я в горы. Вижу паркинг. Большой, хороший, света. Все. Что за ерунда? Как автоповка будет? Ну, ладно. Я начал осматриваться на паркинге душ. Ну, не такой, что нажимать. А, то есть стоит, все, кран. Горячая вода, все как положено. Пошел дальше, смотрю, кран для набора канистр. Все. Опять же, краник. Не нажимать, ничего. Ну, ладно. Пошел, зашел в туалет, посмотрел. Видно, что бумага есть в туалете. И даже, походу, не стоя на унитазе кто-то делает дела. А просто даже садиться туда. Я удивился, думаю, ну, ладно. Пошел искать. Смотрю, кабина стоит. Я раз в эту кабину, а там старец, Седовласов. Вот. Он меня встретил и говорит, что ты, зачем ты сюда пришел? А я говорю, мудрость хочу дальнобойную познать. Хочу стать мудрым дальнобойщиком. Мудрецом, скажем так. А он говорит, вот тебе первая мудрость. Говорит, береги канистру с молотом. Я думаю, что такое, как, что? Он говорит, не понимаешь. Я говорю, нет, старец. Он говорит, поймешь. Потом ты все поймешь. Не ложи канистру краном вниз. Я такой, опять не понимаю, старец. Что за канистра? Что за кран? Он говорит, потом поймешь. Короче, мы с ним сели, поговорили. И я, и он сказал, что надо, я еще зеленый, порохонюхавший, отблю не нюхавший. Поэтому, говорит, надо, говорит, тебе здесь побыть. Я тебе, говорит, многим мудростям научу. Вот. Как-то так, короче. Было дело, да. Был я у старца в горах. Обучал он меня всяким мудростям. Короче, если вам будет интересно, некоторыми мудростями буду с вами делиться. Как-то так, короче. Субтитры создавал DimaTorzok